Христос воскресе! Девяти мучеников кизических III века Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, и мучеников Деодора и Родопиана, дьякона, преподобного Мемнана, чудотворца, игумена египетского, святителя Василия Острожского, митрополита сербского XVII века, 300 мучеников в горах Дудиквати и Папати, пострадавших в XVII-XVIII веках, преподобного Нектария Оптинского, почившего в 1928 году, и преподобного Амфилохия Почаевского-Головатюка, представившегося в 1970 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела! Братья и сестры, сегодня мы обратимся к памяти последнего соборно избранного Оптинского старца. Им был преподобный Нектарий, ученик скитоначальника преподобного Анатолия Зерцалова и преподобного старца Амфросия. Он нес крест старческого служения в годы тяжелых испытаний для Русской Православной Церкви, для всей России. 50 лет старец Нектарий провел в скиту Оптиной пустыни, из них 20 в затворе. Наделенный Богом великим даром прозорливости, он задолго до революции и гражданской войны видел грядущие беды и скорби людей. Он разделил участь многих своих верующих соотечественников, был гоним, сослан, почил в изгнании. О его жизненном пути в связи с гонениями на церковь XX века известно меньше, чем о его прославленных предшественниках. Преподобный Нектарий в миру Николай Васильевич Тихонов родился в 1853 году в городе Ельце Орловской губернии в бедной семье Василия и Елены Тихоновых. Отец его был рабочим на мельнице и умер, когда сыну было всего 7 лет. С матери у Николая были самые теплые и сердечные отношения, но и мать его умерла рано. Остался мальчик круглым сиротой. С 11 лет он стал работать в лавке богатого купца. Был Николай трудолюбив и к 17 годам дослужился до младшего приказчика. В свободное время юноша очень любил ходить в храм и читать церковные книги. Его отличали кротость, скромность, душевная чистота. Когда юноше исполнилось 20 лет, старший приказчик задумал женить его на своей дочери. В то время в Ельце жила почти столетняя схимница, старица Феоктиста, духовная дочь святителя Тихона Задонского. Хозяин отправил к ней юношу за благословением на брак. А схимница благословила его пойти в Оптину к старцу Илариону. Хозяин отпустил юношу в Оптину, и Николай отправился в путь. В 1873 году пришел он в Оптину пустынь, неся в котомке за спиной одно лишь Евангелие. Здесь промыслом Божиим он обрел свое истинное назначение. Сначала юноша пошел к скитоначальнику, старцу Илариону, а тот отправил его к преподобному Амвросию. В то время к великому старцу Амвросию приходило так много людей, что дожидаться приема приходилось неделями. Но Николая он принял сразу и говорил с ним два часа. О чем была их беседа, преподобный Нектарий никому не открывал, но после нее навсегда остался в скиту. Стал он духовным сыном преподобного Анатолия Зерцалова, а на совет ходил к преподобному старцу Амвросию. Первым послушанием его в Оптиной было ухаживать за цветами. Потом его назначили на панамарское послушание. У преподобного Нектария была келия, выходившая дверью в церковь. В ней он прожил 20 лет, не разговаривая ни с кем из монахов. Только сходит к старцу или духовнику и обратно. Сам он любил повторять, что для монаха есть только два выхода из келии – в храм да в могилу. На этом послушании он часто опаздывал в церковь и ходил с заспанными глазами. Братья жаловались на его старцу Амвросию, на что тот отвечал – «Подождите, Николка проспится, всем пригодится». Под руководством своих великих наставников преподобный Нектарий быстро возрастал духовно. 14 марта 1887 года он был пострижен в мантию. 19 января 1894 года был посвящен в Ира Дьякона, а еще через четыре года был рукоположен калужским архиереем в Ира Монах. Было ему тогда уже 45 лет. По своему смирению батюшка скрывал свои высокие духовные дарования под внешним юродством. На юродство он имел благословение старцев. В 1912 году оптинское братье избрало его в старцы. Но преподобный Нектарий отказывался и только по послушанию согласился принять на себя старчество. В первое время после избрания старца отец Нектарий усилил юродство. Например, была у него птичка-свисток, и он заставлял в нее дуть взрослых людей, которые приходили к нему с пустыми горестями. Был волчок, который он давал запускать своим посетителям, и куклы. Были детские книги, которые он раздавал читать взрослым людям. В юродстве старца содержались пророчества, смысл которых открывался часто лишь по прошествии времени. За полгода до революции старец стал ходить с красным бантом на груди. Так он предсказывал наступающие события. Или насобирает всякого хлама, сложит в шкафчик и всем показывает «Это мой музей». И действительно, после закрытия Оптиной в скиту был музей. Владыка Феофан Калужский не верил в святость старца. Как-то приехал он в Оптину и зашел к отцу Нектарию. Тот, не обращая на него никакого внимания, играл в куклы. Одну наказывал, другую бил, третью сажал в тюрьму. Владыка, наблюдая это, утвердился в своем мнении. Позже, когда большевики посадили его в тюрьму, он говорил «Грешен я перед Богом и перед старцем. Все, что он мне показывал тогда, было про меня, а я решил, что он ненормальный». Известны многочисленные случаи, когда батюшка исцелял смертельно больных людей. После закрытия монастыря в вербное воскресенье 1923 года преподобного Нектария арестовали. Старца повели в монастырский хлебный корпус, превращенный в тюрьму. В страстной четверг его увезли в тюрьму в Козельск. Позднее из-за болезней глаз старца перевели в больницу, но поставили часовых. По выходе из тюрьмы власти потребовали, чтобы отец Нектарий покинул Калужскую область. Старец жил в селе Холмище Брянской области у одного крестьянина, родственника духовного сына батюшки. В Холмище, невзирая на трудности, добирались духовные чадо в поисках утешения и совета. К старцу потянулся поток людей со всех концов России. Святой патриарх Тихон советовался с преподобным Нектарием через своих доверенных лиц. С 1927 года старец стал серьезно недомогать. Силы его угасали. Ночью 29 апреля 1928 года преподобный Нектарий скончался. После возрождения Оптиной пустыни 16 июля 1989 года состоялось обретение мощей преподобного Нектария. В настоящее время рака с мощами старца Нектария находится в западной части Амвросиевского предела Введенского собора обители. Преподобнее Отче Нектария, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители. Христос Воскресе! Субтитры сделал DimaTorzok